20 февраля в гимназии номер 85 в рамках фестиваля ГТО в школы прошла всероссийская акция «Отцовский патруль». В гости к учащимся пришел двукратный олимпийский чемпион по боксу и посол ГТО в Омской области Алексей Тищенко. Он рассказал о важности здорового образа жизни, о семейном спортивном досуге и популяризации выполнения нормативов ГТО совместно с родителями. Комплекс ГТО это как такая начальная ступень может быть к тому, чтобы заниматься спортом и она как вообще показатель всего. Вообще приспособлен человек, ребенок к занятиям спортом, если у него все прекрасно получается, хотя комплекс ГТО не так просто сдать. А если у ребенка допустим это получилось, то это уже один из показателей того, что он в принципе координированный, физически крепкий. Поэтому я призываю всех родителей помогать своим детям с выбором вида спорта, помогать, напоминать им, что есть такой комплекс ГТО и он необходимый. Хотел просто попробовать сдать. После торжественной части ученики пятых-одиннадцатых классов приступили к выполнению нормативов в спортивном зале. В гимназию специально для этого приехали судьи, которые по всем правилам фиксировали результаты школьников. Тестовые испытания включили в себя челночный бег, наклоны вперед, прыжки в длину, отжимания и подтягивания. Быть быстрее, выше и сильнее ребятам помогал соревновательный момент. Вся семья, всегда и отец, и мама бегают по утрам. То есть спорт всегда присутствует в нашей семье. Принимаю участие только потому, чтобы доказать себе, что я что-то могу, что могу много подтянуться, прыгнуть там или пробежать. В первую очередь доказать себе, что спорт – это самое лучшее, что есть в жизни. Нормы ГТО, во-первых, они помогают поддерживать здоровый образ жизни. А в нашем современном обществе очень важно быть подготовленным как и морально, так и физически. Поэтому комплекс задачи ГТО помогает нам подготовиться к этому. Ученики 85-й гимназии с движением ГТО знакомы уже давно. С 2014 года после выхода указа президента о введении комплекса детям рассказывают о задачах ГТО и призывают принять в нем участие. Ребята в течение этих лет принимали участие в сдаче комплекса ГТО в различных учебных заведениях. Как правило, это на базе Института физической культуры. И очень приятно, что именно сегодня есть такая возможность у наших детей принять участие в сдаче норм комплекса ГТО на базе нашей гимназии. Дети с удовольствием реагируют, с большим откликом реагируют на это событие, потому что действительно они хотят испытать себя, они хотят попробовать свои силы. 85-я гимназия стала 22-м по счету учебным заведением Омска, в котором прошел фестиваль ГТО в школы. В его рамках 2300 детей попробовали себя в выполнении нормативов. Больше половины из них имеют хорошие шансы стать обладателями знаков ГТО. В ближайшее время фестиваль примут и другие школы города.